В прошлом году число зафиксированных случаев торговли людьми в Латвии возросло примерно на 20%. Часто люди становятся жертвами сексуального рабства. В полиции говорят, что Латвия вскоре может стать центром секс-услуг. Как этого не допустить? Сегодня спорили в Сейме. Сергей Герасимов расскажет подробнее. Торговля людьми – обширный термин. И по сути это современное название для рабства. То есть это все те случаи, когда человека заставляют работать против его воли. Угрозами, реальным насилием, с помощью мошенничества. Как с этим обстоят дела в Латвии? Достаточно посмотреть на график. Все помнят случай с организацией «Нед Карибабалт». У него было три центра, в которых якобы оказывали помощь с разными зависимостями. Люди при этом жили в ужасных условиях, работали без всякой оплаты. И там мы обнаружили сразу большое число жертв. Но даже если бы этого случая не было, я думаю, число жертв в прошлом году было бы таким же, как в 2020-м. Строительство, сельское хозяйство, производство продуктов, общепит. В этих отраслях чаще всего происходят подобные нарушения. Но есть еще один сектор – это проституция. Его обычно выделяют из всех. В центре Марта, который специализируется на помощи жертвам торговли людьми, говорят, в прошлом году жертвами стали 24 человека. Но вот официальная статистика МВД. В 2020 году 10 жертв, в прошлом году всего 7. Уголовных процессов возбуждено вдвое меньше. А в судах дела обстоят еще хуже. У нас до сих пор нет ни одного обвинительного приговора по делам о торговле людьми. И это тоже не добавляет понимания полиции в этих делах. Главная проблема, как говорят в полиции, сложно доказать, что человек занимается проституцией по принуждению. Например, сотрудники больше не могут осуществлять контрольные закупки этих услуг. Да и просто прийти с проверкой не так просто. Не констатировав проституцию, как мы можем констатировать сутенерство? Все лица, которые оказывали услуги, говорят, что делают это по обоюдному согласию. Зарабатывают отличные деньги. Они защищают своих сутенеров. Иногда противодействуют нам в уголовном процессе. Они все проходят в статусе свидетеля, и ни одна из них не согласна стать потерпевшей. По словам члена комиссии по правам человека Андрея Юдина, уже сейчас закон об оперативной деятельности позволяет раскрывать случай такого сексуального рабства. Но полиция его использует неохотно. Нужно собирать информацию. В интернете можно представляться кем-то другим, то есть обобщать информацию. И когда уже действительно информации много, действовать дальше. Но там действительно перечень большой разных действий. В зависимости от ситуации есть специальный закон, и его нужно использовать. А у нас получается, как вот много лет назад в другой стране было о том, что королева доказательств – это показания. Вот пока кто-то не скажет, что действительно его использовали, мы тогда ничего не можем делать. Это неправильный подход. Новый закон об ограничении проституции разрабатывают уже несколько лет. И в полиции, говорят, он бы помог эффективнее бороться со случаями торговли людьми. Ну а пока… Сейчас эта отрасль оставлена на самотек, и мы станем столицей секса. Кто возьмет на себя ответственность, трудно сказать. Сергей Герасимов, Эрик Крайнев, Русалосэм. Субтитры создавал DimaTorzok